900 дней и ночей. 74 года назад началась блокада Ленинграда. Сегодня в Рязани живет более 100 жителей блокадного города. И большинство из них собрались на Ленинградском кладбище, чтобы почтить память ушедших и возложить цветы к мемориалу. Те, кому удавалось вырваться из фашистской осады, разъезжались по всей стране. Рязань с 1941 по 1944 год приняла более 200 тысяч человек. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. По его льду с огромным риском уезжали на многотонных машинах с перегрузом. Евгении Козловой было 14 лет, и те события запомнились ей на всю жизнь. Вы представляете, дорога жизни. Ехали, спасались. Они бомбили эту дорогу жизни, и наша машина уходила под лёд. Мы чудом спаслись на этой дороге жизни. Мне очень хочется, чтобы никто не знал этих ужасов, какие выпали на нашу долю. Чтобы никто не знал. Ни те, кто сейчас живут, ни те, кто будут жить. Потому что это такие страшные испытания. Когда дети за стенкой весь день кричат «хочу кушать», это ужас. Те, кому удавалось вырваться из фашистской осады, разъезжались по всей стране. Рязань с 1941 по 1944 год приняла более 200 тысяч человек. Самые трудные месяцы вспоминает Елизавета Желякова. Она трудилась на кондитерской фабрике и говорит, что именно это спасло её от голодной смерти. Было голодное время, в семье я жила тоже бедной, не хватало. Вот было, насушит сухариков моя сестра, положит ведёрочко и поставит. А потом хватится и говорит, о, опять съели. Кто? Ну, приходится сознаваться, я хотела есть, достала, съела. Вот таким образом мы жили. И поэтому у меня зародилась мысль пойти туда, где можно поесть. И кондитерский комбинат. И вот я там работала до начала войны. И это меня спасло. Потому что когда началась война, я осталась у хлеба. У плохого, но у хлеба. Геннадий Соколов оказался в северной столице накануне окружения вместе с семьёй – мамой и сестрой. Он признаётся, что в своей памяти сохранил лишь некоторые особо трагические эпизоды. А целую картину восстанавливал по рассказам мамы и бабушки. Что я помню из блокады? Помню, труп перешагивал по лестнице. Мы жили на седьмом этаже. Вот помню, перешагиваем труп. Помню, бомбоубежище набито полностью людей. Там лампочка горит, тусклая. Вот такие эпизоды отдельные. Помню, как бабушка из лебеды и крапивы пекла лепёшки на глицерине. Вот до сих пор в глазах стоит, слюни текли. Сейчас, наверное, не попробовала лепёшку чёрного цвета такого, потому что хотел съесть. Прошло уже 74 года. Но те 900 дней страха, страдания, непобедимые силы воли каждый блокадник помнит, как будто это было вчера. В наших силах не потерять эту память и передавать её будущему поколению. Это были на самом деле тяжёлые времена, когда люди умирали от голода, в холоде, в страдании. Это на самом деле очень ужасно. Это действительно нужно помнить, знать и представлять, что люди пережили, чтобы мы с вами сейчас обрели свободу. О таком ни в коем случае нельзя забывать.